У нас вместо веры заняла идеология. Очень такая архаичная. Но идеология победила веру, и это конец для любой церкви. Идеология, на самом деле, победила веру давно. Крест перестал быть символом любви. Крест стал символом магическим, а, с другим стороны, образом всяческих человеческих неприятностей. И здесь мы должны говорить не о кризисе американской церкви или русской православной церкви Московского Патриархата, а о кризисе исторического христианства конфессионального вообще. Сейчас ничего не понятно. Вот мне очень интересно, что бы сказал сейчас действительно Александр Шмеван по поводу нашего времени. А вот вам отвечает отец Александр Шмеван. Так. Говорит он вам следующее. Вера есть ответное движение. Не души одной, а всего человека. Всего его существа. Вдруг что-то услышавшего, вдруг что-то узревшего и отдающего себя этому движению. И потому что вера ответ, ответное движение, в ней всегда остается и искание, и жажда, и стремление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я ищу в себе, в своем опыте, в своем чувстве ответ на вопрос «Почему я верю?» И вот и нахожу его. Что Бог для меня? Объяснения мира и жизни? Нет. И во мне очевидно, во-первых, что не из-за этого объяснения я верю в Него. И во-вторых, что моя вера в Бога как раз и не объясняет рационально всего в мире, всех тайн и загадок мира. Ладно, давайте я по чуть-чуть. Слезы писателя. Да, это неплохой виски. А у вас на такой еще синей этикетке, он еще, как бы сказать, улучшенный. Вы же знаете, да, это виски? Нет. У вас писателя, это же, да, это виски. Я ни разу не пробовал. Ну, это внуштово, это прям прекрасные, замечательные виски. Это в честь Джойса. Да ладно. Клянусь. В честь Джойса. Конечно. Это в честь Джойса виски. Я тоже виски очень люблю. Отец Петр любит Бога и ближних. Я виски мертвозный. А виски ему только нравятся. Виски хорошие. Мы алик приведем. С ближними сложнее. Ну что, со встречей. Ну, с Богом-то, наконец-то. Слава, мы вместе. Да? Вот такой компанией мы давным-давно не встречаемся. Ой, Коля, спасибо вам огромное. Дистанционно. Дистанционно. Он удален. Удален. Замечательно. Коллеги, я сейчас столько всего понавыписывал, честно говоря. И предлагаю подталкиваться от этих цитат, которые я выписал. Вот, но совершенно ими не ограничиваться, безусловно. Потому что как пойдет. Хочу сказать... Вот я себе пометил тут, с чего начать. Что-то сам засомневался, стоит ли с этого. Вот он пишет, Шмеман. То есть ему, он взрослый человек, ему там уже за 50 лет. Начало 70-х годов. Странное чувство полной потерянности, полного одиночества в мире. Я сижу и думаю, ну что же, как же так? То есть, если он себя чувствует одиноким и потерянным в этом мире, то как же себя должен чувствовать я? Почему я здесь? Не знаю. Ну потому что вокруг него такое количество прихожан, вокруг него такое количество учеников, огромная семья, ну у меня тоже огромная семья. И так далее. Взрослый. Ну то есть, мне скорее даже страшновато, что если человек так себя чувствует в 50 лет с лишним, неужели же тогда с этим чувством и поделать ничего нельзя? Мне кажется, что здесь надо понимать, о каком одиночестве идет речь просто. Я думаю, что это идет речь не об одиночестве как таковом, потому что он действительно... Не о физическом взрослому. Конечно, конечно. Нет, и даже не об одиночестве, скажем, в семье или не об одиночестве в дружбе, потому что, очевидно, что отец Александр имел людей, которые глубоко его и хорошо понимали, и очень сильно любили. Я говорю о его семье, конечно, прежде всего. Я думаю, что речь идет, конечно, о церкви как таковой, где вот человек в какой-то момент вдруг понял, осознал свое полное такое действительно одиночество, неодинаковость и невозможность понимания такого, которое он нес, в общем, достаточно всю свою жизнь, когда он только-только как-то... Ну, не то чтобы стал взрослым в 50, да, он как бы человек, созревший довольно рано. Вот, но вот это вот чувство того, что он вот совершенно непонимаемый, один, конечно, но рядом с ним всегда, вот, и в его дневниках в том числе, и даже в его книгах о литургии, там, о истории церкви и так далее. Я бы предположил здесь три очень важных аспекта, которые определяют его личность вот в этом одиночестве. Они проступали, мне кажется, на разных этапах по жизни, по-разному. На самом деле нужно иметь в виду то, что любой прослуживший достаточно долго священник, чем дальше, тем больше ощущает свое одиночество в церкви, среди прихожан. Все люди это делают. В той или иной степени. Да, в той или иной степени. И здесь это профессиональная болезнь, мне кажется. Вот как он не любил, например, исповедовать. Он об этом пишет очень даже резко. Но не это главное. Это не профессиональная только лишь болезнь мудрого, здравомыслящего клиника. Здесь есть другое. Жизнь опыта была исполнена постоянных потерь. Он потерял ту Россию, в мифе, о которой его воспитывали в Ходесском, в Орбусе и Версальском, которую он покинул. Но эту Россию он всегда носил в себе. Почему так никогда и не приехал в Советский Союз, как его не зазывали. Его зазывали сюда представители Московской Патриархии, исходя из того, что готовилась автокефалия американской церкви, которую готовил он, и в частности митрополит Никодим. Этого достаточно для того, чтобы понять, какие силы его сюда зазывали. И он сюда не приехал. Именно потому, что когда-то в детстве потерянная им Россия жила в его душе. Он ушел во французский лицей и проникся культурой Франции, которую любил всю жизнь, который, находясь в Америке, но которую ему тоже пришлось оставить вместе со Сергиевским Богословским институтом в очень раннем возрасте. еще одна потеря. И он обрел для себя Америку, страну, в которой, как он сам пишет в дневнике, было легче всего сохранить то, что ты несешь в себе, будучи иммигрантом. Гораздо легче, чем во Франции. И вот здесь уже, говоря об Америке, я бы сказал, наверное, о том самом главном одиночестве, которое он переживал. Он процитировал очень типичному для Америки писателю Хемингуэя. Христиан именно сделает поражение. И вот этим последним поражением отца Александра, на мой взгляд, в дневнике это не прописано, но как будто намекается на это. И я его сыну Серджу говорил об этом, я не получил определенного ответа. Так вот, самым главным поражением его жизни было то, что та самая церковь, американская автокефальная церковь, к созданию которой он приложил столько усилий, просуществовав в качестве автокефальной, как раз в начале 70-х годов, совсем недолго, стала вызывать у него определенного рода вопросы и даже, может быть, разочарования. О чем можно было бы говорить впоследствии, если мы коснемся вот наследия отца Александра Шмемана в той церкви, которую он создал. Вот причины его дела. И здесь самое последнее, что я поняла. Это на самом деле правильно. Христианин, честный, мыслящий христианин в современном мире не может не чувствовать одиночества. Одиночество церкви, одиночество себя в церкви. И это как раз открывает ему подлинного Христа. Того самого Христа, который ведь на самом деле был предельно одинок именно в тот момент, когда он спасал весь мир. Но еще здесь есть, мне кажется, некоторые пророчества, добавление к тому, что сказал отец Георгий, потому что я совсем недавно, в последнем номере журнала Кифа, я читал на фронтку. Это журнал, издающийся преображенским братством. И там интервью с диакономом американской церкви, забыл его имя, который говорит, что сейчас наследие отца Александра как бы выветривается из-за американской церкви. И что, может быть, в его семинарии как-то еще теплится его дух. А вообще из какой-то повседневной жизни американской церкви, многих пастырей, которые он воспитал, его дух, его идея уходит. То есть церковь превращается в то, в то, что отец Александр, в общем-то, критиковал, скажем так. Поэтому здесь еще раз говорю, есть и пророческий какой-то элемент. Something very important was taking place. The implantation of Orthodoxy in this Western land. God's desire was being fulfilled. The very possibility of its fulfillment we owe it to the faithfulness of those humble immigrants who covered this land with Orthodox churches and who make it possible for us to work, to preach. Недавно перечитывал книгу Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». В ней главный герой доктор Джекил сумел расщепить собственное «я» на две составляющих. С одной стороны, Генри Джекил – добродушный доктор, у которого есть кое-какий секрет. И мистер Хайд – чистое зло. Он совершал чудовищные преступления, а каждый, кто его видел, испытывал чувство ненависти. Я бы не назвал эту историю странной. Не надо изобретать специальное зелье. В любом банке вашу личность разделят на две составляющие. ИП, и физическое лицо. А когда человек не может перевести на свой собственный счет свои же собственные деньги моментально, в нем просыпается все самое худшее. Но Хайсбанк обо всем позаботился. В одном приложении есть все удобные инструменты. Чтобы переключиться между картой физлица и счетом ИП, достаточно сделать свайп. Без комиссии на свою карту можно выводить до 1 миллиона рублей. В зависимости от тарифа. А если нужны наличные, подойдет любой банкомат. Без комиссии можно снять до 500 тысяч рублей. Если вы работаете по упрощенке, то думать о налогах и взносах больше не придется. Они уплачиваются автоматически. А еще заполняется регулярная отчетность. Никаких пений и штрафов. Карта у Хайсбанка не какая-нибудь, а виза сигнуча. Это карта, которая позволяет получать кэшбэк до 2% на все покупки. И скидку до 50% при оплате Хайс-картой у партнеров. Тариф можно выбрать максимально подходящий для вас. От 490 рублей до 9 990 рублей в месяц. В любой тариф входят обслуживание ИП, налоги, премиальная карта и обслуживание физического лица. Теперь все преимущества ИП и личной карты в моем распоряжении. В одном банке, в одном приложении. Все подробности по ссылке в описании. Какая польза, если человек весь мир приобретет, а душе своей повредит? Какая польза от идеологии, сводящей человека к удобрению страшного безличного коллектива? Какая польза от патриотизма, закрывающего глаза на добро и зло? И какая польза от мелкого обывательского счастья в мире, пронизанным страхом, ненавистью и угрозой? Я вот хочу подчеркнуть, вот когда он не просто говорит про одиночество и потерянность, он говорит о полной потерянности и о полном одиночестве. Но тут видите... Мне, я просто смотрю, я хочу, почему я вот решил с этой формулировки начать, потому что, когда смотришь на людей сегодня вокруг, мне кажется, что часто люди даже неверующие, молодые люди, которые никогда ничего об этом не слышали и не знают, в принципе, и так далее, испытывают похожее чувство. Вот нет. Я думаю, немножко по-другому сейчас лиц, Алексей. Вот нет. Пока нет. Если мы говорим все-таки об отце Александре, о его одиночестве и его глубине, то его одиночество – это не одиночество скуки, не одиночество присыщенности, не одиночество бессмысленности, не одиночество вот какой-то такой тусовки, которая постоянно вокруг тебя шумит, а ты в ней все равно остаешься непонятно и неизвестно кем по одной простой причине, потому что ты вообще не знаешь, что ты такой. И поэтому такое одиночество, так сказать, бытовое, так называемое, понимаете, это не про отца Александра. Это не бытовое одиночество, это такое экзистенциональное одиночество, понимаете? Но вы понимаете... Это одиночество, Коль, прошу простить, это одиночество, до которого он дошел внутренне, как неким таким долгим путем, который, с одной стороны, оно пугающее и очень, наверное, такое чувство-то нелегкое, но, с другой стороны, это совершенно честный, абсолютно предельно честный путь отца Александра. Вот о чем я хочу сказать. Это совсем другое одиночество. Ну и потом я немножко занимаюсь. Да, пожалуйста. Я занимаюсь мистикой, скажем так, церковной, ну, по большей части, западной. И отец Александр Шмеман, вопреки тому, что о нем думают, был человек очень глубокой духовности. То есть, что значит, вопреки тому, что о нем думают? Да, вопреки тому, что обычно считают, что это человек, такой увлекающийся больше богослужебным чином, разными, действительно, административными делами, но как раз дневник позволяет посмотреть на него с другой стороны, видно, что это человек с богатым мистическим опытом, церковным мистическим, конечно. А такое вот экзистенциальное одиночество принадлежит, можно сказать, к основам этого мистического опыта. Поэтому это, можно даже сказать, вполне естественно, то, что отец Алексей сказал. Здесь удивляться не приходится, это просто показатель того, что он непрестанно жил вот в таком богообщении, одним из элементов которого по временам является одиночество. Это же все-таки дневниковая запись какая-то разная. Ну, безусловно, да. Постоянная. Я думаю, не только это, конечно, и все его размышления о литургии, как о мистическом опыте личном, который он пытается раскрыть и передать всем людям, которые могут его услышать, своим ученикам в семинарии, нам, священникам русским, которым вдруг доставались эти книги, когда мы еще были молодыми людьми и читали их в ксероксах, которые, ну, как-то переворачивали мир просто, я бы сказал так вот. Благодаря этим книгам, возможно, мы тут сидим все в рясах и с крестами. Вот, совершенно так. Ну, его книга про эвхаристию, да, на начале произвела большую. Знаете, еще нельзя не сказать о очень важной для него потере. Книга, которая, ну, вернее, не книга, это была его первая диссертация «Исторический путь православия», всем хорошо известная, которая развела его с его учителем Антоном Владимировичем Карташовым, ну, или, она начала разводить, это была очень такая драгическая страница его жизни, она предполагала в нем апелляции к такой категории, как соборность. Особенность православной церковной жизни это соборность. И вот изживание этой иллюзии, которая происходила у него, условия, когда, там, будучи, та же самая американская церковь формально куда более явственно этому началу следует, начиная с приходских общин, окончая с управлением, высшая церковная, открывала для него самую главную тайну, мне кажется, христианства, тайну личной встречи со Христом. В одиночестве Христа легче всего встретить и распознать, чем в таких стройных рядах какого-нибудь церковного коллектива, который мы слошь и рядом пытаемся создавать, и из этого получается нечто профанное, потому что в конечном итоге современный человек вообще тяготится своим одиночеством, прячется с одиночеством, создавая какие-то ложные сообщества людей. И в церкви эта тенденция также присутствует. Вера по самой природе и сущности своей есть нечто глубоко личное, и только в личности и в личном опыте она и живет по-настоящему. Только тогда, когда то или иное учение церкви, тот или иной, как мы говорим, догмат, то есть утверждение некой истины, становится моей верой и моим опытом, и, следовательно, главным содержанием моей жизни. Только тогда вера эта живет. Вот он это все пережил и в конечном итоге остался один на один со Христом. Может быть, поэтому он так умер-то рано, так рано и, в общем, мирно, потому что он уже быстро прорвался этой встречи, и Евхаристия в конечном итоге осталась не совсем законченной. Вот это, казалось бы, главная книга его жизни. Хотя я так чувствую для нас всех здесь присутствующих, главной книгой отца Александра Александровича это дневник. Ну, я думаю, они как-то друг от друга не сильно разделимы, эти книги про Евхаристию, про дневник, потому что в дневниках он все время как бы дополняет вот эту свою книгу о Евхаристии своими вот этими глубочайшими, внутренними, мистическими, конечно, переживаниями. вот как вот «я служил», как он описывает, да, вот «раннюю литургию», которую он отслужил, с каким чувством он выходит после этой службы, как он переживает вот эту вот молитву. И очевидно, что вот для него вот это всегда Евхаристия, это как признание Бога в любви, потому что он переживает это как такой совершенно удивительную поэтич, как поэзию настоящую внутреннюю, как творчество поэтическое, как любовную лирику, если можно так сказать, потому что вот каждый раз это что-то совершенно необыкновенное и каждый раз абсолютно новое. Он все время об этом пишет так как-то мягко-мягко, но очень понятно, о чем идет речь. Ну вот как раз, мне кажется, излишняя акцент на евхаристичность тоже может быть поводом и к разочарованию, и даже к отчаянию. Ну, наверное, конечно, потому что это все вот отец Георгий очень точно сказал, назвав нашу жизнь церковно-коллективной, потому что, конечно, тоска общинности и соборности, такая вот настоящая, глубокая, вот той христианской, с которой церковь зарождается, с одной стороны, а с другой стороны, превращение всего того, шагание рядами в затылочек, понимаете, и полное совершенно смещение понятия о том, что он действительно как человек абсолютно не советский, абсолютно далекий от всего того, что происходит очень тонко, глубоко, внутренне, болезненно чувствовал вот этот вот советский коллективизм, который врывается в американскую церковь и в сознание любой церкви, когда вот все то, что оказывается живым, абсолютно свободным, настоящим личностным, вдруг превращается в безликое, вот серое такое, вот общее, вот обязательное, такой шаг влево, шаг вправо, он не мог это выносить. Уставное. Уставное, да, не мог это выносить. Это человек, который был с каким-то потрясающим чувством вкуса внутреннего. Вот, и всякой бескусице его просто ранило, и поэтому вот это одиночество, оно еще вот на этом основе. давайте за него, ну, один из Александра. Ну что ж, давайте, у него сто лет, мы празднуем его в этом году. Я потом пойду со своей... При том, что человек, отец Александр, мы начали с его одиночества, я вдруг вспомнил, как отец Александр говорил, что еда – это любовь Божия, ставшая съедобной, что пища – это любовь Божия, ставшая съедобной. Я думаю, что это касается и напитков. Да, 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 да. Это же школа. Я читать очень люблю, и вы это прекрасно знаете. Возникает вопрос, а в каком виде читать книги удобнее всего? Понимаю, вопрос вкуса. И все-таки в твердом переплете, в мягком или, например, в электронном виде. Так, начнем с твердого переплета. Ну, во-первых, такую книгу приятно держать в руках, она долго хранится, с ней ничего не случится. А еще бывают такие случаи, когда надо на что-то опираться, если ты отжимаешься на кулаках. Самое то, говорят. Ну, я, по крайней мере, о таком слышал. Мягкий переплет. Конечно, они легче, компактнее, мобильнее, но еще мобильнее книги в электронном виде. Они лишены запаха типографской краски. Кстати говоря, как жаль, что нет духов, которые бы пахли твоими любимыми книгами. Но, с другой стороны, мобильность. Бери, читай. Здорово, когда есть возможность выбирать, исходя из своих предпочтений и особенностей. Бренд-президент первым на российском рынке представил линейку зубных паст на основе контролируемой абразивности. Уровень абразивности обозначается числовым показателем РДА. У президент он указан прямо на лицевой стороне упаковки. А на обратной стороне можно найти всю шкалу РДА. Как ей пользоваться? А вот как. Запомните простое правило. Чем выше показатель абразивности, тем сильнее зубная паста воздействует на эмаль. Например, зубная паста с РДА-25 подходит для чувствительных зубов, РДА-75 для ежедневного очищения, 100 и выше для интенсивного отбеливания. Для себя я выбираю президент Реноме с РДА-75 для ежедневного деликатного отбеливания зубов. Зубная паста эффективно очищает и бережно полирует зубную эмаль. А до конца года продукцию президент можно купить со скидкой 15% по промокоду. Переходите по ссылке в описании и выбирайте то, что подходит именно вам. А мы продолжаем. Верующий в меня жив будет мною, говорит Христос. «Но сколько часов, нет, лучше сказать, сколько минут каждый день действительно живет Богом мое Я. Вот именно минуты. А остальное время мое Я, разве это не забота, не интереса, не жизнь, никакого отношения к вере моей не имеющей? И тогда нет во мне никакой веры и никакой памяти о Боге, никакого опыта его присутствия и нужды в этом присутствии». я хотел на самом деле в сторону немножечко мистической составляющей. Он все время возвращается вот к обычной какой-то жизни. Вот он пишет, например, «От всего этого иногда страшное желание быть свободным для жизни. А эта жизнь жена и семья времени нет, друзья времени нет, природа времени нет, культура времени нет. И все это именно от Бога вышеперечисленное. Дар и к Богу освящение, благодарность, путь, причастие, жить так, чтобы каждый отрезок времени был полнотой, а не суетой. И потому, что полнотой тем самым и молитвой, то есть связью, отнесенностью к Богу, прозрачностью для Бога, давшего нам жизнь, а не суету». Все это очень раздражало. Вот это всех? Да, всех. Это очень раздражало, злило, абсолютно кипятило всех людей, которые не могли с этим смириться, что у человека может быть такая свобода, культура, свобода природы, свобода любви в семье. Он жалует, что ему не хватает. На самом деле, отец Александр, как никто другой, умел наполнять свою жизнь вот этой свободой. Вот этой свободой. он мог после литургии вечером лечь на диванчик, закурить сигаретку, открыть Агату Кристи и прекрасно наслаждаясь этим детективчиком проводить вечер и по-настоящему спокойно, свободно отдыхать. Офигеть. все хотели этого сесть так же или лечь на диванчик сигареткой с Агатой Кристи, но церковный устав, но внутренне так, как же, это же неблагочестиво. Отец Александр был совершенно неблагочестивым в этом смысле человеком, потому что он был свободный, его бесило, я могу сказать, слово употреблю, вот это благочестие ложное, совершенно оно бесило. он не мог просто вот выносить этого всего. Но я хотел бы подчеркнуть, что тут он был продолжателем традиции своего предшественника, пригласившего в Америку отца Георгия Флоросского, который тоже вечерами с белым калифорнийским вином и сигаретой считал слух женой романа Вальтера Скотта «Свемная свое детство». Офигеть. Но главное, это все-таки, мне кажется, тут вот в чем, о чем он говорит, это гимн жизни. Абсолютно. А у нас ведь как, как это все воспринимается. Ну что такое жизнь? Мы и так все живем. Жизнь у нас, конечно, проклятучая, но когда мы войдем в церковь, растает еще более проклятучий. Мы должны умереть для этой жизни, для какой-то новой жизни. Умереть не получается, да и не хочется. И под этот разговор о том, что жизнь может быть одухотворенной, нет. Либо ты живешь бездуховно, либо ты сам не живешь и другим не даешь, но духовно. он этому бросает вызов. Потому что Бог должен быть все и во всем. И у него так было. Очень часто как бы признаком веры, религиозности начинает считаться печаль, грусть, серьезность, безрадостность. А враги религии в свою очередь начинают упрекать христианство в том, что оно решает жизнь радости, фиксирует человеческое сознание на смерти и загробном мире, наполняет ее страхом суда, наказания, воздаяния. Но у вас там на природе ровно все почему-то сказал отец Александр. Как там сагатные крестики у нас, отец Петр? Сагатные крестики как там у нас? Почитал, читал. Читал? Правда, без сигаретки прочитал с удовольствием. Прочитал, ну вот, двадцатитомник прочитал. Ну, естественно, в течение какого-то времени. Вот интересно, до него, то есть, а некому было его наказать, да? Или ему было наплевать? Вот, во-первых, некому было его наказать. Это первое. Все-таки он занимал большое положение. Да, он занимал высокое положение, и он был действительно таким архитектором американской автокефалии, которая к сегодняшний момент практически загнулась вся уже, и того, глядит, там только ждет тот момент, когда она снова ляжет под московский патриархат. Вот. Все такие попытки со всех сторон происходят, и со стороны Константинополя, который не признал эту автокефалию, и не собирается никогда признавать, и уже московская патриархия тоже приняла какое-то внутреннее такое решение, потому что это была, видимо, ошибка такая вот. Слишком молодая церковь, слишком юная, слишком много они захотели свободы, слишком много ее получили, не справились со свободой. А вот не справились. Вот не справились. Церковь действительно там пребывает. Ну, конечно, ведь в отличие от них, мы-то справились со свободой, мы с ней так справились со свободой, что ого-го. И вот начав свое творчество с книги «Исторический путь православия», он на страницах дневника дает некоторое новое нам основание для размышления историческая исчерпанность православия. И здесь мы должны говорить не о кризисе американской церкви или русской православной церкви московского патриархата или вселенского патриархата, о чем так много говорится сейчас, о кризисе православия вообще, о кризисе исторического христианства конфессионального вообще. И вот эта способность отца Александра Чемовна подниматься над конфессиональными рамками, прячься за которыми мы пытаемся сохранить какой-то свой мирок подлинного христианства, якобы, конечно, вызывало непонимание у многих. И вот одна выразительная деталь, я слышал от Давдова из лирика очень выразительную характеристику. Я говорю, смотрю на потомков вот этих американцев украинского происхождения, которые молодыми наоборот не пришли в семинарию, вдохновенно стали слушать отца Александра Чемовна, к чему это привело их. Они стали либо вообще брить бороды, не оставляя даже бороды, такой, какая была отца Александра Чемовна, конечно же, курить, конечно же, легко относиться к постам, а потом и вообще утеряв свое обрядовое благочестие, превратились просто в ролевиков американских, которые вот в силу своего происхождения играют. Главного они не услышали в нем. Главного они не услышали в нем и все восклили вот таким вульгарным образом. Они тяготились этим обрядовым благочестием, он дал им санкции освободиться, и вот это уже проблема исторического православия. У меня есть цитата, сейчас я схожу себе возьму. Вы-то пейте на нас-то не смотрите, наслаждайтесь минутой. Так, по поводу исторического православия. Вот следующая цитата. Пожалуйста. Что ж, любовь божия, ну давай, любовь божия, ставшая напитком. Ну ладно, давайте, за что? За нас. Вы знаете, как вас называют, а я вам уже всем рассказал, как вас называют всех, вас называют тримушкетера. Партос точно вы, Атос, видимо, Арамис. Наоборот. Арамис, Арамис, Атос, Ашмеман, это ваш Д'Артаньян. Это капитан Д'Атривер. Капитан Д'Атривер, абсолютно верно. Наш капитан Д'Атривер. Ну, кто такие гвардейцы? За вас. Гвардейцы-кардиналы, мы прекрасно знаем. Утащить не будем. Цитата из дневника. В православии историческом начисто отсутствует сам критерий самокритики. Сложившись, как православие против ересей, Запада, Востока, Турков и так далее, православие пронизано комплексом самоутверждения, гипертрофией какого-то внутреннего триумфализма. признать ошибки это начать разрушать основы истинной веры. Точно. Трагизм православной истории видят всегда в торжестве внешнего зла. Преследований, турецкого иго, изменной интеллигенции, большевизма никогда вовнутри. И пока это так, то по моему убеждению никакое возрождение православия невозможно. Ну вот смотрите, даже тот тропарь честному и животворящему кресту, который поется «Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое, победы» раньше было православному императору «на сопротивное даруя и Твое сохраняя крестом своим жительством». То есть крест, о котором скажем на предпразднстве воздвижения креста, евангельское чтение, говорит так «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдан Сына Своего единородного, чтобы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. Ибо пришел Бог не судить мир, а спасать». И тут крест, который есть абсолютное выражение божественной любви и больше ничего, становится орудием, которым надо кого-то победить, не любовью победить, а вот сопротивных этим крестом просто бум, 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 только так воспринимается, собственно говоря, победа креста, как победа, так сказать, Константина над Максентием, победа там православного воинства христолюбивого над каким-нибудь другим воинством менее христолюбивым и так далее. То есть это все любовь Христова, которой вообще в церкви нет никакого выражения. Крест перестал быть символом любви, крест стал символом магическим с одной стороны, а с другой стороны образом всяческих человеческих неприятностей. И вот, собственно говоря, у Шмемана как раз вот эта боль отсутствия любви Христовой под подмена того, что было евангельским благовестием на вот такую бытовуху в религиозном облачении, вот, была для него совершенно нестерпима, конечно. Славость христиан почти всегда в том, что они сами не верят в свое добро. И когда приходит час борьбы со злом, противопоставляют ему такое же зло, такую же ненависть и тот же страх. Так вот, пора миру, лежащему возле, противопоставить не чудо, не авторитет и не хлеб, а тот ликующий облак добра, любви, надежды и веры, от отсутствия которых задыхается человечество. Действительно, можно сказать, что крест, который был орудием убийства людьми Бога, постепенно в историческую церковь превращается в орудие убийства христианами и их врагов. Это, конечно, кочунство, представить невозможно. Это выхолачивает из христианства самую, в общем-то, главную суть его. Отсюда вот такого рода действительно порожденный историческими комплексами православных даже вот тропарь вот так звучащий. Нам нужна победа одна на всех, да? Мы за ценой не постоим, даже если за ценой оказывается Христос. Но что касается вот отца Александра Швемана, он ведь на самом деле был неприемлемо подобного рода настроения. Он ведь был человеком все-таки исторически чутким. Он понимал, что в истории бывают ситуации, когда надо сопротивляться злу силу. Вспомните, как в дневнике он восторженно пишет о победе англичан над аргентинцами во время истории с фортлендскими острами. Даже кажется, неприлично для священника так увлекаться вот такого периферийного военного. И не только эти вещи, он очень жестко увлекался. Вот. Так это был Феофан Затворник. Валиканскими воинами, карты. Допустим, тут братья-славяне тут. Будучи в Затворе. Идеологема такая славянка. Но здесь что отцу Александрович до Англии, Аргентины. И тем не менее. И вот вы знаете, что об этом было живое историческое чувство? Что злу нужно уметь противостоять. В том числе и силою. Но это не сила вот такого самого креста, который действует как оружие массового поражения неправославного. Не, но сейчас, когда читаешь это, ты как будто бы вот смотришь новости. Я не знаю, или читаешь новости и так далее. У нас сегодня вот все скрепы наши такие государственные, они же все исключительно из этого и состоят. Запад, предательство интеллигенции. Ну, это же не новое. Это же не то, что это ино сейчас. Это не новое совершенно. У нас произошло самое страшное, что опасался отец Александрович в первом церкви. У нас вместо веры заняла идеология. Очень такая архаичная, довольно примитивная, скучная на самом деле, совершенно неубедительная. Оттого мы надуваем все больше и больше щеки. Но идеология победила веру, и это конец для любой церкви. Идеология, на самом деле, победила веру давно. Собственно говоря, это и стало для отца Александра, может быть, таким вот пробуждением, когда он это, почувствовав уже, когда стал священником, когда он вдруг оказался в этой истории, он вдруг почувствовал, что он окружен этими идеологемами, он окружен идеологией иммигрантской, потому что он все время в среде иммигрантов. Мы даже представим себе, не можем эти жесткие вещи, которые рождала так называемая церковная иммиграция во Франции или там. В Америке вообще это мне. Вот сегодня ко мне приезжал в гости священник, который служит в Сан-Франциско, в русской зарубежной церкви. Надо сказать, что несмотря ни на что последователь Шмемана отец Михаил совершенно верно. Я его жду. Хорошо. Вот приезжал ко мне отец Михаил и стал говорить, что он получил приход в Сан-Франциско, тот самый приход, который выжил святого Иоанна Шанхайского, который, как старая эмиграция, была такова, что она не приняла вторую волну эмиграции военной после этого. И потомки первой волны эмиграции с радостью и гордостью вспоминают, как их отцы стояли с овчарками у входа в церковь и не пускали чужаков. Вот это жизнь церковная, в которой жил отец Александр. Вот эти вот жуткие, страшные идеологемы, которые подменяли собой все, что можно было живого, что могло быть только в церкви. Конечно, для него это не то, чтобы даже не очень было, была глубочайшая трагедия с этим сталкиваться и не понимать, и как с этим жить, и что с этим делать. И поэтому, конечно, для отца Александра это дело созидания новой церковной общины, нового церковного сообщества, как автокефалия, совершенно молодой, новой церкви, которая могла бы вдруг неожиданно возродиться на совершенно других основах, было дело его жизни. А мы когда вообще вот последний раз слышали, вот он здесь говорит о том, что признать ошибки это начать разрушать основы истинной веры. Я вот думаю, а когда последний раз вот о каких-то собственных ошибках, об ошибках церкви говорил, я не знаю, предыдущий патриарх или нынешний патриарх? Ну, не один патриарх. Не было такого ни разу? Ну, уж я бы так не сказал. Патриарх Алексей говорил по поводу митрополита Сергия, что да, он был в первой какой-то недолгий период. Да, в начале 90-х годов мы должны признать, что митрополит Сергий как в таком положении, что принимал решения, которые сейчас мы не можем признать для себя обязательными, что это, конечно, было мягко, он это признал. Но опять-таки, что это? Понимаете, порыв души эмигрантского мальчика, который ведь он живет. Он же как отец, Александр Александрович, когда он родился в Астане? Да, в Риме. И патриарх Алексей, в общем-то, жил там, сформировался там, может быть, что-то наконец проступило в нем тогда, когда наступила свобода. А ведь потом, когда, например, на волне свободы появились наши православные братства, я думаю, что сам патриарх Алексей ужаснулся тому, что представляет собой советское православие, православная общественность. И здесь, поэтому, может быть, сменил свой тон, не стал признавать ошибки предшественников. Да нет, но там еще было важно, на фоне вот этих высказываний, каким-то образом заручиться пониманием русско-зарубежной церкви, с которой, все-таки патриарх Алексей хотел сближения, и в конечном итоге оно произошло. К большому сожалению, это мое личное такое чувство, что вот его до советского, ну, скажем, до советского воспитания, к сожалению, все выветрилось и было заменено очень советским содержанием. Здесь можно только посожалеть, но тем не менее, если мы вдруг стали вспоминать святейшего патриарха Алексея, все-таки он производил впечатление внутреннего аристократизма. Он все-таки этим таким вот все-таки был полон. Впечатление производил, но право делами советским был многие, многое лет. Интересно, что вообще вот это все, все, что он перечисляет, пороки, которые характерны для исторического православия, которые не дают ему оживиться, скажем так, и воскреснуть, это все абсолютно применимо к любому отдельно взятому человеку. Вот это вот вечное перекладывание вины на кого-то, на что-то, кроме самого себя. Коль, да ведь дело вот в чем. Дело в том, что то, что отец Александр называет пороками никто в церковном сообществе и окружении, которое, так сказать, не принимает отца Александра, не хочет. Ну, не то, что не принимает, потому что она считает, что отец Александра это, в общем, такая церковная ошибка. Не считает это пороками, не считает это чем-то таким, что выходит из церковного понимания. Это нормально, всему есть объяснение, все это правильно и все это, как бы сказать, традиция отцов, это все можно, иногда эти вещи некоторые наши спикеры называли священным преданием, даже, Коль. О, как. это был термин у нас шменевское богословие. вот, и я помню, мне рассказывал один священник, который, ну, воспитывался отцом Александра, был его учеником, он как-то вступил в спор с одним из очень уважаемых и действительно очень хороших и таких, ну, действительно очень хороших священников русской зарубежной церкви. они как раз вот стали говорить о каких-то вот таких серьезных вещах и оппозиция отца Александра и тот был покрасневший и вот просто вот от возмущения неносского не надо меня шмемонизировать. Интересно, а как патриарх к нему относится? Потому что он же много раз там упоминает тогда еще не патриарха совсем, они встречались с Кириллом там в Финляндии, в бане, в сауне они сидели два раза, да, и столько впечатлений у Шмемана было от этих посиделок чудесных совершенных, там еще он приезжал к нему в Штаты, они в Штатах встречались, очень нормально он о нем совершенно пишет, а у патриарха давно о нем рассказывалось так публично вообще. Я не припомню. Я ни одной цитаты патриарха не помню, чтобы он вспоминал о Шмемана. Я думаю, что патриарх хорошо к нему относится. Хорошо? Думаю, что нет. Почему вы так определенно говорите? Ну, мне так кажется. Давайте за это выпьем. А я в этом очень сомневаюсь. Не могу пить за то, что я и ко мне сомневаюсь. Не будем пить за то, что мы совсем не сомневаемся. Ладно, хорошо. Но дело в том, что... Давайте за... Давайте за... Давайте за соборность. Я попробую найти тут компромиссную такую... За соборность не по... Я хочу сказать, что очевидно, что патриарх с большим уважением относится к наследию отца Александра Мения. Например, да? И очевидно, что отец Александр тоже... Вот они в один период были, они, в общем, конечно, общались и писали друг другу письма. И очень многие вещи в их взгляде на цель... О, и переписка это сохранилась для него? Интересно. Ну, об этом пишут в дневниках об этих письмах, мне кажется. Вот. И очень многие общие взгляды на мир все-таки у них, конечно, очень многие были у многого общего среди них, скажем так, хотя они были, конечно, очень непохожие люди. И тем не менее, исходя из того, что там патриарх действительно как-то вот, ну, старается хранить наследие отца Александра Мения. И, конечно же, вот у нас есть все-таки преображенческое братство отца Геория Качетова, которые себя вообще почитают чуть ли не главными наследниками и преемниками отца Александра Шмема. Ну, это их, конечно, сугубое мнение, не буду его оспаривать. И, естественно, очевидно, что святейший патриарх благоволит этому братству. Вот. Так что какие-то, наверное, вещи, то, что отец Патриарх сказал, наверное, это вполне может быть так. Ну, давайте за что-нибудь. За что? Ну, я не знаю. Наверное, нужно вот за что выпить и о чем поговорить сразу же после этого. Если в американской церкви наследие отца Александра Шмемана не пользуется такой уж большой популярностью, не востребовано, то, что происходит в нашей церкви. За то, чтобы в нашей церкви, в матери церкви, для американской церкви, наследие отца Александра Шмемана наконец-таки обратило на себя должное внимание, не только тайное внимание нашего патриарха, о котором говорится сейчас, но и явное внимание широких групп нашему заховедству. Но здесь я бы сказал, что все-таки отец Александр сделал для нашей церкви колоссальные вещи. Мень? Ну, Мень, конечно, в свое время, но дело в том, что Мень был в большей степени демонизирован всевозможными нашими ревнителями благочестия, как, собственно говоря, так был демонизирован, шмемонизирован отец Александр в Америке с зарубежниками. Он тоже был совершенно демонизирован так же, как отец Александр Мень здесь. Но тем не менее, поскольку все-таки он открывался здесь через личный поиск многих священников, но это было совсем другое, это был американский интеллектуал, это был русский эмигрант, это был человек дворянского происхождения, это, ну, все-таки с Менем не сравнишь, что это все-таки это не жидомасонство, это не тайный заговор евреев против православия. Но это ЦРУ, Пентагон. Тем не менее, тем не менее, все-таки это было тогда немножко на другой волне происходило, и все-таки, конечно, отец Александр Шмемен сделал колоссальные вещи своими книгами для русской церкви, современной русской церкви, по крайней мере, в умнах очень многих случаях. Ну, и, мне кажется, главной его книгой оказались те самые дневники. Но это уже потом они оказались самой главной книгой, до этого мы жили в родственниках. Да, в годах, да, и тут, может быть, если нас смотрит и слушает Елена Юрьевна Дорман, то ей просто низкий проклон, большое спасибо, потому что действительно эта книга... Ну, да, ей особенная благодарность. Да, потому что эта книга, ну, во-первых, все-таки в ней другой отец Александра. Вот то, что я сказал в начале, да, вот что его такое увлечение литургикой, объяснение литургии, ведь в конце концов Евхаристия венчает весь его цикл и о крещении книг, и великопостное. Все же он был именно погружен в литургическую жизнь церкви. А здесь перед нами предстал более полный, более, может быть, широкий, несомненно, более глубокий как раз и в мистическом плане офицей Александра. Ох, как же эта книга раздражала. Чем в своих вот таких церковных официальностях, как только появилась. Как же она раздражала. Я вот человек не воцерковленный, я читаю ее, я испытываю такое наслаждение от того, что я читаю живого человека, который это огромная редкость, огромная, потому что который озадачен теми же вопросами, что и я сейчас. Он, что мои совершенно далекие от церкви абсолютно некрещенные друзья, когда я им давал читать эту книгу, они не могли оторваться и были совершенны. Потому что это, во-первых, литература очень высокого, конечно. Хотя он сам все время пишет о том, что он писать не умеет, он великолепный, он великолепный, как и формулирует свою мысль. Он замечательный. Молдов в этих дневниках, вот даже я могу сказать со своей... Как он описывает елку в Нью-Йорке, помните? Да, фактически. Как он описывает вот этот зимний Нью-Йорк, вот этот декабрь, как он описывает вот эти... Это же просто несколькими словами ты просто поражаешься, как будто ты рядом с ним находишься. А я вот был поражен, что, опять же, возвращаясь к тому, что я сказал вначале, что отца Александра репутация такого недуховного человека, антимонаха, вот он все время в монашество критиковал, говорит, Водевиль в клобуках и тому прочее. Но вот там на одной страничке, уже ближе к концу дневников, он дает свой ответ двум монахиням, который вы посетили. И вот эта страничка, написанная протереем Александром, курящим по вечерам папиросы и читающим Агату Кристи, может быть, лучше, что вообще сказано о монашестве за последнее время. Он подтвердил даже такую сугубо монашескую интуицию преподобного старта Силуана, что монашество будет менять свои формы. И на одной страничке он дал эти формы, что... Он предложил замечательный путь к монашеству. Да, замечательный путь, что тряпочкой, тряпочкой, послужить церкви, тряпочкой, избрать спокойную работу окошечко в банке. В банке, да, быть служащим. И, говоря грубо, не выпендриваться. Без всей этой вот мишуры. Это очень важно. Вот для меня это действительно... Ну, как бы... Это выражение не просто о каких-то надуманностях, и мыслей, там, в раздражении. Нет, это именно подлинный духовный, церковный, духовный опыт. Очень глубокий. Так вот, это как раз и есть его понимание христианства. Он предлагает это не монахам, не кандидатам в монахи, он предлагает это всем кандидатам в христиане. Христианину нужно быть 24 часа в сутки в том качестве, в каком тебя Господь призвал. Не надо искать какого-то особенного своего служения, чисто церковного. Вот кто-то есть, тут и являй себя как христианин. Вот это ощущение обожжения мира, обожжения жизни, даже вот, например, банка, предлагая послужить в банке, что нам особенно трудно представить, да, обожжение банка. Обожжение, да, но не обожжение. Человек с конторкой, который на самом деле внутренний монах такой, совершенный монах. Который, да просто, зачем внутренний монах? Он говорит, честный христианин, честный христианин. И вот это ощущение, что христианство может быть проявлено везде. Еще больше людей верят не столько в Бога, сколько, как это ни звучит странно, в религию. Им попросту хорошо, уютно, успокоительно в храме. Многие из них с детства привыкли к этой священности храма и обрядах. В ней все красиво, глубоко, таинственно, не то, что в уродливом и злом повседневном мире. И они, в сущности, никогда не задумываясь и не углубляясь, держатся за эту религиозность. Вопрос, как бы он сам пишет, вопрос, почему безбожник может быть свободен и правдив, честен и по-своему милостив, и почему именно этих качеств так трагически не хватает религиозным людям? А потому что отец Александр совершенно четко проводил грани между христианством и религиозностью. И в этом он совершенно велик и гениален, потому что так как он сформулировал понятие религиозности в самом отрицательном контексте, отделив религиозность от христианства, сказав, что в христианстве вообще нет, не должно быть никакой религиозности, потому что это абсолютно не религия, а совершенно что-то совершенно иное и сверх понимаемое с точки зрения бытовой религиозности. И что любая религиозность, которая внедряет себя в христианство, потому что религиозное сознание, оно слишком понятно, просто, очень удобно, употребимо в среде средства великолепенных манипуляций с человеком, власти, подчинения, игры ролевой какой-нибудь священных театров и так далее, что вот это он совершенно четко сформулировал, что это не христианство, это религия, и надо назвать, что вот это все религия, к христианству религия не относится, есть христианство, а есть религия, и он очень здорово это все как бы сразу поставил на свои места, и получил ненависть очередную власть от всех благочестивых религиозных людей. Посмотрим и не предлагает ничего, кроме того, что составляло его жизнь. И это значит ничего, кроме креста, кроме мучительной борьбы с миром и злом, кроме трудного, бесконечно трудного пути послушания воли Божьей и высокому замыслу Божьему о мире. Это такая старая пиетистская точка зрения, что специфический христианство отличается от общей религиозности. Только отец Александра действительно сформулировал на языке современного человека, но эта идея действительно церковная. Не знаю, я там вычитываю это просто, ну, совершенно просто, совершенно не важно, кем ты себя считаешь в конце концов. Религиозному человеку это невыносимо. Религиозный человек всегда кем-то себя считает. Он не может жить без этого. Религиозный человек должен быть уверен в том, что его религиозность чего-то стоит. Религиозный человек должен быть уверен, что его религиозность гарантирует ему какие-то вещи в будущей жизни или даже в этой жизни. Религиозный человек человек не может ходить по водам, что называется. Но религиозность сама даёт человеку такой уровень внутренней непоколебимой уверенности в своей правоте, что любой человек, который тронет эту религиозность, будет сожжён на костре как еретик. Ровно про это же Бродский говорил, когда он говорил, что эстетика важнее этики. Что сначала разберись, честен ты с женщинами или нечестен, вовремя ты долги отдаёшь, а потом уже какой-то правый, левый и так далее. Вы знаете, вот это восприятие духовной жизни, как чего-то непогрешимого, гарантией этой непогрешимости, конечно, является приобщенность какой-то общине, приходу, батюшке. Вот такое отразилось в такого рода противопоставлении, когда петербургские православные знакомятся, они спрашивают, представляются по имени. А московские православные представляются как духовное чадо такого-то отца, такого-то батюшки. Не важно, кто я, важно, у кого я исполняю, кто меня кормляет. Вот это. Вы к какому батюшке ходите? Я зависит от имени батюшки. Да, меняется выражение лица собеседника. Тут сами батюшки к вам пришли, понятно. И это, конечно, ужасно. Ужасно, потому что это тот самый авторитаризм, от которого Шмеман, как просто культурный человек, не отец Александра Шмемана, а тот самый Александр Шмеман, всегда готов был торгаться и бросать ему вызов. Это началось уже в Сергиевском институте. Вот для меня, я очень просто благоговею перед Антоном Владимировичем Карташовым, но их конфликт, очень для Карташова мучительный, и, да, я думаю, что для отца Александра так же, в общем-то, был неизбежен. Но при этом, не могу не сказать, вот в этой отталкивании от авторитетов, например, отец Александра освободил меня уже. У меня уже человек вполне зрелого, когда я читал этот дневник от культа Александра Исаевича Солженицына, в котором я пребывал, так сказать, начиная со школьных лет. Благодаря дневнику вы от этого отошли? Да, только тогда, так поздно. Офигеть. Офигеть. Возьмем недавно трагического погибшего французского писателя Альбера Камю. Он был неверующим. Между тем, все его творчество было одним сплошным и страстным исканием именно морали и морального ответа на вопрос, как жить. Один из героев его замечательного романа «Чума» спрашивает, как быть святым без Бога. Это вопрос самого Камю. И надо признать, что за последние десятилетия мало было нашим темным, разделенным и полным ненависти мира, людей, более нравственно привлекательных, более светлых и светящихся добром, чем неверующий Альберт Камю. Так, ну что, за что? Если есть, за что? За дух свободы, который утверждал в церкви. Отец Александр. Давайте. Ваславим, братья, сумерки свободы. Вчера за ужином у Тэ, некая Тэ, некий за столом НН, стареющий, элегантный, красивый, прочитаю, как он пишет, красивый педераст. И дальше цитата этого НН. Я обожаю Афон. Я каждый год езжу на Афон. Нужно спасти Афон. Кавычки закрываются. Дальше отец Александр. Как часто замечал я эту тягу к Афону или к подобным реальностям, целиком оторванным от мира и жизни, у людей такого типа. Это их алиби для самих себя. Не ходить же ему в скучный приходской храм, вот он и любит Афон. А почему в сущности нужно спасать Афон, если Афон не спас православие? Есть православие, живущее пафосом спасения собственных исторических обломков. Восточных патриархатов, Афона, быта. И вот, включив в свою жизнь одну такую заботу, и совесть чиста. Как в большом, так и в малом. И трупный яд разлагает православие. Но на этот-то запашок и тянет неудержимо религиозных людей. Им искренне кажется, что этот запашок и есть православие. Хорошее слово «запашок». Да. Ну сейчас как раз афонские потуги в нынешней ситуации пресечены, и в этом, я считаю, большой плюс. Но у нас же прекращено общение с Константинопольским патриархатом. Нет, на афон ездят все. Это запрещено. Но на афон все равно считается каким-то таким особенным местом, где не работают эти вещи. Несколько еще лет назад вот это все эти поездки на афон, все эти губернаторы, которые... Ну, во-первых, святейший патриарх сказал, что это не касается русского Пантелеймонова монастыря. Да, это такие нюансы незначительные. Ведь на самом деле это пророчество отца Александра Швемона. Потому что он представить себе не мог в будущих наших государственных деятелей, олигархов, соответствующими биографиями, соответствующими жизненным путем, что вдруг они станут афонитами. Тогда, прочитав с утра биржевые сводки, олигарх летит в своем самолете с переводчиком, разумеется, к какому-то старцу афонскому, конечно, не знающему русского языка, вот через переводчика берет у него благословение, какие акции покупать, какие продавать. И такое есть. Конечно. Это целый бизнес. Это целый бизнес. Летание на афон, на личных бизнес-джетах, со старцами и так далее. Ну, там, соответственно, старцы есть. Соответственно, старцы есть, и все, так сказать, все всегда было налажено. Не запашок, а такие миазмы. Это абсолютно давно уже бизнес процветает. Ну, и потом, вы знаете, прекрасно, как вот наш премьер-министр, там вот не так давно, даже во пандемии была, летал на афон, совсем недавно. А он что летал? Или губернатор наш, Санкт-Петербургский тоже. Полтав, предыдущий. Нет, и этот, этот главный афонит у вас теперь. Да ладно. Конечно, да. Еще один? Ну, вот он. Понимаете, нет, если бы отец Александр Чеменович дожил до нашего времени, то я думаю, что он был просто прокрыл афон. Простите меня за рет. Это афон, это, это афон. Это, как говорится, правда. Это как говорится, это даже не выдерживает техника. Больше пропанация христианства представить невозможно. И вот в этом трагедия тех, наверное, присутствует. А в этом больше вина вот этих людей, которые на этот запашок тянутся, или на тех, кто этот запашок распространяет, я имею в виду? Греки любят деньги зарабатывать на все, как и все другие люди, надо сказать. Но афон – это очень сладкое место, привлекающее вот элиту страны, которая вдруг решила жить с какими-то духовными скрепами. Эти духовные скрепы должны быть как-то вот на чем-то аккумулированы. Вот афон, кажется, самое прекрасное место, которое аккумулирует эти духовные скрепы, благословляют всевозможные бизнесы, и прекрасные скрепщики, прилетив туда, абсолютно спокойно знают, что раз их старцы благословили, теперь они могут делать все, что они хотят. В категории шминевского богословия это можно назвать так, перефразирую название книги отца Александра Мения, «могизм без единобожия». Там не то, что Христа нет, уже единобожия нет, а есть только определенные манипуляции, которые эти там осуществляются с помощью старцев, и открывают для себя через какую-нибудь православную шамбалу путь к спасению собственного бизнеса, например. Вот так. Это, конечно, погружение в язычество. Отдельное, конечно, огромную часть этих дневников занимает, как сказать, критика политики, любой политики, в принципе. То есть отец Александр бесконечно повторяет о том, что любой крен вправо или влево говорит лишь о кризисе христианства, в первую очередь. Мне скажут, а разве раньше, в эпоху, когда общество опиралось на религии, разве не было рабства, крепостного права, преследования инакомыслящих, инквизиции, сжигания ретиков на кострах, принудительной веры, принудительной религии, отвечаю, да, были. Но вот мы и судь, и осуждаем все это во имя той самой религии, которую это общество признавало своей. Дело в том, что отец Александр с какой-то болезненной прямотой поставил такой вопрос, что за все трагедии мира, за все, что происходит ужасного в этом мире, отвечает христианство. Что по-настоящему ответственность за трагедию этого мира можно разложить только на христиан, на христианство, которому была дана потрясающая возможность этот мир переобразить самим собой, в мир евангельский. А Евангелие было отринута в самые первые, по-настоящему, уже так, ну, сильно отринута в первые столетия христианства уже. И поэтому отец Александр так болезненно относится ко всему происходящему, понимая, что это христианство, которое потеряло силу. Это соль не справляется. Там вопрос не идет, что оно хочет справиться, но не справляется. Это абсолютно переродившееся христианство, которое только по виду такого. При этом он очень ответственно относился к своему роли избирателя американского, внимательно готовился к каждому выбору, собирал информацию, за кого он будет голосовать. А он за демократов голосовал? Вот я вот не уточнял этого вопроса. Я думаю, не имеет на что-то. Я думаю, что он мог менять какие-то свои представления, потому что демократы и республиканцы ведь очень разные. Правда. Бывают правые демократы, которые, так сказать, правее республиканцев, например, на юге. И наоборот. Важно другое. Он был большим адептом американской системы. Государственной власти для меня здесь очевидно одно. Вот я, может быть, выскорюсь весьма парадоксально, вот подобно тому, как я считаю, что для России, чем больше мы будем европеизироваться, тем больше будет реального христианства в нашей повседневной жизни, европеизации, словами христианизации. Так вот, христианнейшей конституцией в мире, на мой взгляд, является американская конституция, которую христиане писали очень мудро, со здравым пониманием немощей человеческих. И отец Александр Шмёнов высоко ценил именно американскую демократию, отлично даже от демократии европейской. Казалось бы, для православного это как-то не подобает, но его чувство, опять-таки, историка делало в данном случае его политиком. Он видел государственную систему, которая в большей степени, чем другие, помогает христианам исполнять свой долг. Но при этом он очень болезненно смотрел за процессом американизации Европы. Удивительный человек, человек, который одновременно был человеком европейской культуры и американского мышления. Абсолютно. В нем сочетались такие вещи, совершенно такие планетарные. Он, уезжая в Париж, тосковал по Америке, в Америке все время вспомнил о Париже. Да, но при этом, по сути своей, оставался русским. Напрасно, кто он? Вы сказали, что он русский. Американец русского происхождения и русского мира ощущения. И вот это особенно ценно. Это то, что отличало его от брата, который, конечно же, вот в этом мифе о России провел всю свою более долгую, чем у отца Александра, жизнь. И с ним он отошел в мир иной. Вот его мне доводилось лично знать. И, конечно, я поражался тому, насколько он в чем-то был нечувствителен к миролазвению своего брата. Вот это пример того, насколько, вот, кстати, обращаясь к теме Солженицына, вот этот конфликт, для Солженицына важна церковь, не Россия, а для меня церковь. Вот это. А вот для брата отца Александра Шмеменовна Россия, увы, заняла место церковь в какой-то момент. И это их, безусловно, развело еще, по сути дела, нас начало, стало разварить в отроческие годы, когда один остался в кадетском корпусе, а другой ушел в французский лицей. Показательно. Давайте, за что? За что? За Европу? За Россию? За Америку? Нет, вы знаете, нет, остановимся. Страшно. Почему? Почему отец Александр как органично вошел в мир Америки? Да потому что он был настоящим русским европейцем. Ой, красиво сказано. Вот то, что, собственно говоря, и создал Петр Великий. Нас с вами, земляк в большей степени, чем для москвичей. Москвичей вообще не пайкаток. Я, конечно, стараюсь на это не обращать внимания. Вторая шпилька. Вторая. 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 Мы в этом, москвичи, к этому относимся. Сходите, конечно. Второй укол. Второе попадание. Учитывая, что Петр Первый был московским царем. Ну, конечно, да. И все-таки в Москве родился. Император и отец отечества. Высо поднимаете. Так, хочу дальше. Ну, по поводу политики, да. Политический крен вправо-влево это результат распада, разложения христианства. Интересно, как он прямо сказал, даже не прямо, а насколько... Вот 68-й год, он там размышляет про эти, значит, события, студенческие восстания во Франции. И он говорит о том, что долго про это пишет, и в конце концов видно, как к нему эта мысль буквально, я не знаю, через какие-то такие сомнения приходит. Он говорит, что самое главное, чего не хватает молодежи, которые участвуют в политических любых событиях, это терпение. Понимаете? А молодежи, он так очень, так сказать, пежеративно выразился и очень точно, надо сказать. А чего? Вы помните? Там в самом начале, что-то... А молодежные движения? Вообще, молодежи... А что он говорит о культе молодежи в современном мире, который в жизни допустил? Молодежь самоутверждается? Не допустил. Не допустил. Культу молодежи. Молодежь это лучше. Не лучше они никакие. Это самое плохое время жизни, сказал он. Самоутверждение и ничего больше. Да, и ничего. Это пустота. Человек, который меняет свои убеждения каждые полчаса, который ни во что не верит и верит во всё сразу. А в этом смысле... А как тогда всё... Вот как можно тогда вестись на улицу? Вот когда президент говорит, улица ничего диктовать не может. Это правда. По большому счёту никто не может диктовать ни улицы, ни... Нашему президенту. Ну движение, то есть... Ну главное... Нет. Слушайте, я не замечу. Но при этом всегда главный мотор улицы это молодёжь. Ну нет. Вы знаете, нужно разделять. Есть толпа, а есть общество. Да, конечно. В толпе молодёжь может доминировать. Но в обществе молодёжь не может доминировать. Если там цивилизованное общество, которое основано на авторитетах, на знаниях. Нет, конечно, понятно, что французское движение там 68-го года, это всё-таки не самое лучшее проявление молодёжного движения, согласитесь. Но в результате, вот мы сегодня можем наблюдать, по крайней мере в Европе, как мне кажется, абсолютную победу 68-го года. Это да. Это да. Абсолютно. Тотальная победа. Можно поинтересоваться, а у нас какой год побеждает? У меня как большевики в власти. Вот этот вопрос куда более значим и особенно значим с той точки зрения, что речь идёт и о церкви. Почему большевики? Да, Петровская Русь. Церковь всегда была с нашей, как сказал Мезополитет Сергеев, со своей родиной, со своим народом, а прежде чем со своим государством. И вот здесь действительно возникает вопрос, что побеждает. Я в своё время постоянно пытался на лекции объяснять. 17-й год – это победа культурно-исторической реакции. Никакой пролетарской революции не было. Россия была отброшена на два, а то и на три века назад. И вот вы знаете, сейчас, если уж вы упомянули эти понятия стиля, которому по такой большой значении Бродский предавал, отец Александр Александрович Мемон также, вы знаете, мне кажется, величайшей стилистической находкой писателя, к которому не очень близок, Сорокину, является понятие «опричненный». Вот что побеждает. А «опричный» – это очень ёмкое понятие, очень глубокое понятие. «Опричный» – это определённый тип личности, тип государства, тип мировоззрения. И мы, как священники уже многие годы, служащие в церкви, может быть, лучше многих представляем такое, что такое «опричный» стиль управления. Хотя, казалось бы, жертвой «опричный» стал святой митрополит Филипп. Если, конечно, стал, как говорят. По одной из версий. По версии Петрофанова. По одной из версий. А заодно Рамзина, Соловьёва, Ключевского и Глубинского. А это всё иностранные агенты. Безусловно, абсолютно. Мне кажется, я просто хочу подчеркнуть это, что если говорить о каком-то откатывании назад, то, конечно, мне представляется, что сейчас идёт такое большое отрицание имперского времени, синодального имперского времени. То есть возвращаясь в допетровскую Русь. Что парадоксально, потому что мы гордимся нашей державой как великой, а великой она стала исключительно. Правильно. Почему допетровская? Потому что какие задачи сегодня стоят перед государством? Собирание земель. Ну, я не думаю. Так опять-таки, что же империя не собирала земли? Ну, главное, не в этом. Я возвращаюсь опять к спору Солженицына и отца Александра Шмемана. Для Солженицына мирей была за Петровская, конечно, а для Шмемана исключительно Петровская Россия. И вот это то, почему я даже держу назвать его русским европейским. Я предлагаю за Петровскую Россию. Здесь возражений не было. Здесь, вернее, как бы. Ну, какие будут возражения? А потом за московских царей. Я присоединился, может быть, не с... Мне просто все равно. Вот, 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 вот это как раз интересно. А вот отца Александра Шмемана, мне кажется, было бы не все равно. Наверное, да. Нет, даже если говорить о церкви, что лучший период жизни нашей церкви – это синодальный период. Это бесспорно. Мне трудно говорить, отец Петр, о лучшем периоде жизни нашей церкви. Это просто, на самом деле, такая болезненная для меня тема – лучший период жизни нашей церкви. Сравнительно. Я не могу сказать. Тут ничего. Ну, хотя бы с точки зрения образования. Вполне возможно, мы можем этого не подразумевать, а подозревать, что именно сейчас мы находимся в этом самом лучшем периоде жизни нашей церкви. Вот, именно сейчас и сегодня, несмотря на то, как и болезненно с нами все-таки... Знаете, тут есть одна, за Петровскую Русь, а потом я скажу... Как вы бы вам говорили, церковь в XX веке была свободна три дня. Что мы можем так вот все-таки сидеть здесь... А я сейчас вот скажу. Нет, я не к тому, что это просто какое-то достижение нашей церкви, то, что мы сегодня здесь сидим и выпиваем, но то, что мы, в общем, сегодня, каждый из нас, сегодня, в общем, многому чему научился в жизни в церкви, и много чего может по этому поводу сказать, и очень многие люди готовы это услышать. Мне кажется, это очень важно вот из того периода церковного, в котором мы сейчас с вами живем. Вот такого периода слышания и желания слышать, я, может быть, я романтик, конечно, но не думаю, что такое было в Петровскую Русь, возможно, желание слышать о церкви и понимать ее по-новому, так, как многие сегодня этого хотят. А конец 80-х, начало 90-х? Безусловно. Это начало, это начало этого же периода, я об этом и говорю. Нет, так этот период уже закончился. Нет, я не думаю... Очень немногие готовы... Пока мы в нем еще сейчас живем, пока мы с вами живем, мы живем в этом периоде. Мы умрем, может быть, он умрет вместе с нами, я не знаю. Но этот период начался благодаря отцу Александру, по крайней мере, в русской церкви точно. Не только ему одному. У меня сразу в голове два пайка. Не только ему одному. В смысле Шмеман и Мень. Шмеман, Мень, владыка Антоний Суржский, конечно же, понимаете, вот эти вот такие глыбы, которые вдруг вот растревожили, растревожили внутренне. Но одновременно их дело-то в Суржской парке уже не существует. Ну, понятно, да, но тем не менее существуют те люди, которые до сих пор готовы к этому прислушиваться. Мне кажется, что тут об этом опасность. Не стоит забывать. Ладно, все-таки за Петровскую Русь, так за Петровскую Русь. Антоний Суржский, Блюм. Блюм. Как что тут? Блюм, подождите. Кто-то я недавно где-то читал, сестра его, Боже мой, что я читал? Фамилии у всех у них не русские. Нет, 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 вы ничего русского. Ну, да. Не марксистский. Ладно. Так, за Петра. Да, конечно. За Петровскую Русь. Россию. Тогда уже Россию, да. Россию. Русь может быть только до Петровской. Русь. Русь. Ну, или после Петровской. Молчит. Пятьдесят лет молчит церковь, загнанная в задворки жизни. Молчат верующие. Кажется, молчит сам Христос. Но это молчание оказывается сильнее, чем весь этот поток слов, направленный против них. История повторяется. Или вернее, это все та же история. Ведь вот и тогда власть в лице Ирода попыталась сразу же уничтожить то, что, казалось, ничем не угрожало ей. Было приказано, согласно евангельскому рассказу, убить всех новорожденных мальчиков. Но это страшное избиение, навеки привязанное к имени Ирода, ничего не смогло против беззащитного младенца. Я разговаривал и очень хорошо запомнил эти разговоры с некоторыми старыми лаврскими монахами. Ладожскими? Ладожскими. Троицергию Ладожскими. Ну да. Мне было интересно, как они чувствовали, ощущали, скажем так, церковность в советское время и сейчас. Какая разница? И в общем, все они говорили, что в советское время жизнь была церковная, и их монастырская и духовная была гораздо, ну, в некотором смысле легче, проще, яснее, четче. То есть там было ясно и понятно, что происходит. И абсолютное большинство нашей страны считает ровно так. Нет, нет, здесь немножко другая история. Смотрите, там было очень ясно проведены границы, ясный водораздел. Вот есть безбожный, подчеркнуто и декларативно безбожный мир. Есть, скажем, вот монастырь, в котором... Там спасаются. Даже не спасаются, а там хранят православие вот путем хранения богослужебных уставов, отторжения шмиманизма в том числе. Это тоже входило. И минизм это же. Да, шмиминизм, да. И так далее, и так далее. Но, в общем, это было для всех явная и очевидная благая, осознаваемая благая цель. Мы храним остатки или там полноту православия в окружении безбожного мира. Сейчас, говорят, эти старые монахи, ничего не понятно. Сейчас все непонятно молодых людей, непонятно людей, которые сначала церковились, теперь же церковляются. То есть для советских людей это было более ясно. Мне кажется, что это же в некоторой степени можно отнести и к отцу Александру Шмеману, и к отцу Александру Мене, и к владыке Антонию Сурожскому. У них был мир несколько более понятен. И опять пройдут века, и только одно будет помнить история, что в 20 веке, христианской эры, в эпоху величайшего расцвета науки, искусства, экономики и техники, какие-то ироды снова пытались, и как пытались, уничтожить, убить, замолчать. И будут помнить также, что чудом этого 20 века было то, что попытка эта снова не удалась. Парады парадами, торжества торжествами, достижения достижениями, а в храмах, озаренных все тем же светом, наполненных все той же любовью, звучат сейчас слова удивительных предрождественских песнопений. Вот мне очень интересно, что бы сказал сейчас действительно Александр Шмевн по поводу нашего времени. Потому что не только все спуталось, знаете, как это можно по-стариковски ворчать, как угодно, да? Я думаю, он сидел бы с нами за столом. Да, но здесь, как сказал отец Георгий, просто выявились другие проблемы, уже более глубокие, уже проблемы исторического православия как такового. И оказалось, что оно может как-то очень ясно существовать в условиях противостояния, о чем вы говорили, отец Алексей вначале, но в свободном обществе, в свободном, даже не обществе, а в более свободных условиях вылезают вот эти нерешенные исторические вещи, которыми православие, православие, ну вот как писал отец Александр, больно, да? Перегружено, больно, да, обременено. И мы как раз живем в этот самый период, когда очень много неясного. Очень трудно представить, каким будет православное благочестие тоже через какое-то количество лет свободной жизни. Вот это, конечно, очень интересный вопрос. У меня нет на него ответа. Как говорится, а то и будет, что ничего не будет. Нет, что-то будет, потому что все-таки, я думаю... Если оно не изменится, оно уйдет в гетто. Только не в гетто, навязанное извне, а в гетто, естественно, сложившуюся. Да, в какие-то более сетевые вещи. Вот я не случайно пиетизмом занимаюсь, потому что я вижу, что то, что было 350-400 лет в западной церкви, в общем, мы к этому подходим. Мне не хочется об этом как-то мечтать и придумывать какие-то конструкции. Но то, что такая история с институтациональным православием подходит к концу, у меня сомнения нет. Нет, к концу оно не подойдет, потому что люди всегда будут крестить, венчать и отпеваться. Понятно, да. Но будем считать, что это будет всегда некая такая форменная вещь. Но само православие может жить иначе. А вот вам отвечает отец Александр Шмиван. Так. Говорит он вам следующее. В том-то, однако, и все дело, мне кажется, что говоря... Что? Говоря, христиане думают именно о современном мире. Тогда как христианство, вернее, Христос, направлено никогда не к современности, а только к вечному и неизменному в человеке. Трагический грех в том, что мы согласились с современностью, в отрицании самого наличия этого вечного. Все стали воспринимать в категориях истории, то есть изменяемого, текущего. И потому, что мы не знаем, кому мы говорим, мы не знаем также, и что мы говорим. В этом смысле отец Александр, конечно, очень созвучен своему любимому Мандельштаму. Потому что никогда ничей я не был современник. Современник, совершенно верно. На окна, на вечность чужой любимой. Он очень боялся привязки к каждому текущему моменту. Он боялся всегда, что как только ты привязываешь церковь, православие, христианство, оно тут же становится земным, оно тут же становится, оно тут же с неба уходит на землю, оно тут же лишает свои силы. Поэтому он, конечно, и сам был такой в том, что он действительно очень любил этот мир. Он очень любил это озеро Лабелли, он очень любил Росфельскую елку в Нью-Йорке, он очень любил слушать музыку, он наизусть знал, я не знаю, всю мировую поэзию. Потому что искусство ведет диалог только с вечностью. Дело в том, что это не было для него каким-то таким, каким-то специальным погружением в искусство. Это просто была его жизнь. Но это совершенно не привязывало его к миру. Искусство – это живой разговор с Богом. Да, он все время жил в поиске вот этой надмирной красоты, которую улавливал, не знаю, в осеннем листе, в холодном воздухе осеннем американском, в Парижском, на каком-то кафе своим любимом и так далее. И при этом он никогда не привязывал себя. Вот боялся себя всегда привязать к этому моменту. Ну, поэтому и к политике так относятся очень-очень-очень. От нее стараются дистанцироваться и не влезать ни в какие политические дискурсы. Еще одна очень важная вещь. Мы уже говорили, сегодня отец Георгий уже так упомянул об этом коллективистском сознании церковном, которое такое болезненное и такое обезличивающее все. Отец Александр все время настаивал на том, что христианство – это глубоко личная верность. Это только ты и Бог. Прежде всего, это ты. Тут нет никакой компании, тут нет никакого того, что надо все время делать все вместе. Разделение каких-то или соединение каких-то мыслей и идей. То есть, если тебя нет как такового, где ты можешь сказать, что это я, там нет христианства вообще никакого. Тут еще, знаете, мне кажется, что за всем этим стоит идеальное церковное какое-то чувство отца Александра Шмемана. Вот то, что Сергей Сергеевич Аверинцев называл принципом лодки. Он говорил, что если все сгрудились на одной сторону лодки, то я интуитивно автоматически перехожу на другую, чтобы спасти и себя, и других, чтобы соблюсти баланс. И вот в этой цитате, мне кажется, это очень хорошо видно, потому что если христианство перегружится историчностью, нужно перейти на другую сторону и сказать, что христианство действительно возводит каждую личность в вечность, независимо от истории. Соответственно, если будет другой крен, отец Александр тут же это чувствует и со всей силой своего слова переходит на другую сторону. Поэтому вот такое вот равновесие – это тоже большое его, можно сказать, достоинство, прекрасное качество, по которому можно там сверять часы свои. Будучи укоренен очень глубоко в прошлом, он живет в настоящем, а будущее для него как будто верено Господу Богу. Он не беспокоится о будущем, он пытается в настоящем воплощать вот этот идеал Христова. Да, потому что нельзя сказать, что отец Александр равнодушен к истории, а совсем нельзя сказать. На другой странице дневника он горячо пишет о тех или иных исторических вещах. Вот это вот принцип лодки, он просто идеальный. Нет, в этом смысле, я думаю, что меня всегда смущало в понятии современное искусство. Слово современное. Абсолютно. Слово искусство. Абсолютно, потому что слово современное абсолютно его убивает сразу. Либо искусство, либо современное. Абсолютно. Это одно из двух, конечно. Абсолютно. Да. Мы когда, вы еще не приехали, мы стояли уже с Георгием Николаевичем, он сказал, что вообще фигура Шмена фигура трагическая. Одним словом. Как и всякая истинная фигура. Трагическая только потому, что... Ну вот мы два аспекта, да? Двух аспектов коснулись. С одной стороны, абсолютное непонимание и конфликт при жизни там. Ну нельзя сказать все-таки, что абсолютное. Ну, не абсолютное. Хорошо. Он, по крайней мере, чувствует это довольно остро и глубоко это переживает. И нелегко ему от этого. И наследие, которое здесь... Но он счастливый человек. Потому что... Шмеман. Да. Совершенно счастливый человек. А фигура трагическая. Одно другому не мешает. Ну, одно другому не мешает. Но Шмеман по-настоящему счастливый человек. Когда читаешь дневники... Это правда. И в том числе, когда ты понимаешь, как он умирал, и когда читаешь его последнюю проповедь на День Благодарения, вот, ты понимаешь, что это совершенно счастливый человек. По-настоящему глубоко счастливый человек. Потому что он что-то такое знает по-настоящему глубоко о жизни, о церкви, о человеке, о себе самом. И главное, о Боге. Что-то делает его спокойным таким. Он спокойный. Он как-то... У него мир какой-то есть такой. Да он разный. У дневники он... Он разный. Он очень разный. Но этот разный человек, он всегда тот, кто он есть. То он называется. Он никогда не... Он всегда он. Он счастливый человек. Я уверен, что он счастливый человек. Знаете, я бы здесь решил, что на то, чтобы провести некую аналогию почти что в пиетистском духе со Христом. Отец Александр Шимовна Христос. Христос, он счастливый или трагичный? И так, и так. Вот, и так, и так. И так, и так. Да. Как интересно, я никогда не думал о Христе. Отец Георгий, как я счастливый человек. Вы мне сейчас просто сказали об этом, и я подумал, что, Господи, почему же мы так не думаем о Христе? К нему как-то не прилагается всё-таки. Да, Христос ведь никогда не смеялся. Нет, дело ложнёт, а просто, ну, вот, даже интуитивно, мне кажется, нельзя так сказать. Мне кажется, можно... Мы не говорим человек, мы говорим, счастье будет трагичен. Мне кажется, что тот, кто сказал о счастье, как о блаженстве, не может... Нет, не может не нести этого блаженства в себе. Нет, слово счастье, всё-таки с ним надо разбираться. Мы не будем сейчас разбираться. Что-то вы усложняете. Мы подать, да не будем усложнять. Слово счастье... Мы не будем употреблять слово счастье в горьковском смысле. Вырезала монашеская лабазная нутро православная. точно, совершенно верно. Нет, я предлагаю компромисс. А давайте за счастье. Подождите, заменим слово счастье и слово радость. Отлично. Радость, это главное слово из дневников Шмемана. Всё стало на свои места. Всё стало на свои места. Отлично. Ну, тогда за радость. За радость. Куда же ты, чей счастье. Много пить греха, а по малости оно для радости, говорит народ. Это слово, которое чаще всего употребляется в дневниках Шмемана. Радость. И радость к Богу вполне применима. Поэтому я, когда как раз и позволил себе слово счастье в отношении к Шмеману дотребить, я не стесняюсь этого слова нисколько. Радость. Ну, за радость. Красиво, извините. Люди веками спорят, и даже льют кровь, и всё равно нет выхода из их разногласий. И мы не переспорим мира одними доказательствами. Если мы победим его, то только той радостью, которую даёт нам наша вера. И вся особенность которой как раз в том, что никто и ничто, ни люди, ни страдания, ни самосмерть, не могут её от нас отнять. Ермочки красивые, божественные. Так, ладно, читаю. Потом выпьем. Вот что он пишет. сегодня за утренний опять как бы укол счастья, полноты жизни и одновременно мысль. Нужно будет умирать. Но поразительно то, что в этом таком мимолетном дуновении счастья неизменно собирается время. то есть одновременно не то, что вспоминаются, а присутствуют, живут все такие дуновения. Та Великая Суббота на Клеши и множество таких же прорывов. Не означает ли это, что вечность не прекращение времени, а как раз его воскресение и собирание? Что время это фрагментация, дробление, падение вечности? И что к нему тоже и может быть прежде всего относятся слова Христа, чтобы ничего не погубить, но все воскресить в последний день. В каком-то смысле это и есть воскресение плоти. Правда пруста. Искусство призвано к восстановлению времени. Трагический тупик пруста. Совершая это, искусство свидетельствует о Боге, о возможном прорыве. А у него нет этого прорыва. И воскрешенное искусством потерянное время есть свидетельство о смерти и пропитано тлением. Нету этого удивительного бунинского прозрения. Как будто все, что было и прошло, уже познала радость воскресения. Жажда одиночества, тишины, свободы. это и есть жажда освободить время от загромождающих его мертвых тел. Сделать его тем, чем оно должно быть, вместилищем, чашей вечности. Литургия, притворение времени, наполнение его до конца вечности. несовместимость двух духовностей, то, что стремится к освобождению от времени, буддизм и всякая ориентальщина, индуизм, нирвана и так далее. И то, и что хочет освободить время, пафос неподвижности. Но в подлинной вечности все живет, предел и полнота, в каждом моменте все время и вся жизнь. Но тут вечная проблема, а злые моменты, злое время, предсмертный страшный ужас тонущего, убиваемого, летящего с десятого этажа, чтобы через секунду разбиться о мостовую. Вот такая вот. Предельно философское высказывание, совершенно прям душераздирающее. Но удивительно, вот парадокс. Истина в каждом моменте, вот в каждом моменте есть все. Но когда он в конце пишет вот об этом моменте, когда вот последний крик человека, вот я не знаю, тот момент, когда человек понимает, ну я не знаю, вот злой момент, злое время, как это все парадоксно. но у христианина есть, ну не то, что объяснение, объяснения нету, но есть упование, как раз тот самый крест, на который взошел сам Господь и пережил вот эти моменты. и на это дает нам большую, великую надежду, что и даже вот в эти ужасные моменты, на которых пишет отец Александр, Господь с нами, потому что он тоже через это прошел все. это как раз вот все вами прочитанное с двумя полюсами и счастья и крайней трагедии как раз свидетельствует о постоянном пребывании отца Александра, вот то, что он сам писал, да, соотнесенность с царством Божиим, соотнесенность с Богом, как раз и показывает подлинность его духовной жизни. Одна юная дева лет 16, дочка моего друга, иногда так вот записывает какие-то такие вот свои мысли. И я иногда поражаюсь, насколько это действительно удивительно. Вот она только взяла и написала «В каждой исчезающей секунде хранится то, что вечно копило время». Вот, когда вот просто сейчас услышал, я вдруг это решил вспомнить. Абсолютно. А эта девочка никогда не читала ни Шмемана, ничего, она вообще далеко не религиозный человек, вообще-то слишком-слишком далеко даже от этого всего, но переживание вот этого вдруг оказывается созвучно очень многим тонко чувствующим людям. Вот мне почему-то это нарочитое отталкивание от Пруста сейчас покоя не дает. Больше если вы уже помните, что значительную часть своей жизни Пруста проводил в закрытой наглухой комнате из-за болезни легких, да, и вот эта жизнь, которая предполагала какое-то глубинное погружение в себя, а что в себе связывает тебя с жизнью? память, память, воспоминания, которые останавливаются тебя самым, ну какая это жизнь? Конечно, жизнь неподлинная. А отец Александр наоборот, его трудно представить в такой замкнутой комнате в прямом или переносном смысле. А отец Александр всегда пробивающий луч света, как он всегда описывает, литургия всегда связана с каким-то пробивающим лучом света. Он говорит, что самое прекрасное, что он видел в своей жизни и вспоминает чаще всего. Он говорит, если я и буду о чем-то вспоминать, как о самом прекрасном, что я видел, это лучи, бьющие сквозь церковные окна. Он все время служил рано и все время утреннее с этим новым солнцем, с этим совершенно новым воздухом, совершенно как бы новым днем, который для него как новое творение всегда это было. Как умираешь! Жизнь, как ты умираешь! Неужели ты не слышал этого потрясающего начала самой прекрасной из всех церковных служб утренней Великой Субботы, когда в темноте и тишине предпасхальной ночи мы задаем последний вопрос и получаем все наполняющий светом ответ «Смерть и царство разрушаешь!» Неужели ты не слышал радостного возгласа апостола Павла «Последний же враг истребится смерть» и не понимаешь, что речь идет здесь не о загробном мире, а о победе человека над смертью, победе всей силы жизни и любви и веры? И время, конечно, он ощущал не так, как мы ощущаем время. Мы просыпаясь, отдирая глаза в этом сером утре московском или петербургском, какому угодно, там, среди этих гудков, там, этих самых пробок и всего. идя на очередное богослужение. Идя на очередное богослужение. Даже так, потому что, действительно, это совсем по-другому. То есть, когда читаешь его, вдруг понимаешь и чувствуешь, какой же счастливый человек. Какой же счастливый человек. А почему вы в деревню не уезжаете жить? А отец Александр не жил в деревне, он был человек города. Человек Александр ужасно любил города. Вообще, он любил, жил-то в пригороде. Ну, он любил города, он любил большие города. Он любил Нью-Йорк, он любил Париж, он не мог без этих городов жить. Ну, это классно, туда приезжать. Он и приезжал, а жил в американском пригороде. Ну, тогда вот, Са Петра, здесь больше опыта, чем он и сам с отцом Георгием. Да. Но то, что время злое, будет ли оно воскрешено, будет ли оно... Но ведь все ведь, как мы знаем, все же преобразилось. и времени, наверное, этого злого больше не будет. Будет новое время. Будет новое время, но оно не будет злым, наверное. Потому что то время, которое созидал отец Александр, он созидал время, надо сказать, наверное, можно так сказать. Он созидал это время, которое становилось для него вот этим пребыванием вечности, потому что у него нет различений между временем и вечностью в конечном итоге. Я думаю, на что бы ответить? Я думаю, Мы всегда говорим о том, что он созидал, Время, а тут же на другую сторону лодки вы перешли. Возможно, да, но дело в том, что каждый из нас так все равно находится на неком андолине друг от друга даже сегодня. Многое из того, что он создавал во времени, не оправдало себя, и он это сам же констатировал, так или иначе. Он шел вперед, он не стоял на месте. И с этой точки зрения, я думаю, что он очень хорошо ощутил, что все то, что творится во времени, приходящее. Без вечности время – это какой-то порочный замкнутый круг. И тут, можно сказать, лишенный счастья не родится, неужели лишенному счастью умереть? А если для тебя время связано с вечностью, то в конечном итоге этот замкнутый круг размыкается. И то, что не оправдало себя во времени, получает смысл вечности. В том числе и твоя собственная жизнь. Видимо, так упрустно это, конечно, не звучит. Ну, просто время потерянное. По-моему, в поисках утраченного времени. Да, да. Али Рашерш. Это он, вроде бы. Французский неверующий писатель Марсель Пруст буквально довел себя до смерти теми нечеловеческими усилиями, которые он делал, чтобы закончить свой знаменитый роман «В поисках потерянного времени». И для него этот роман означал преодоление своей смерти, то есть бессмертия в творчестве. Поэтому спор, вечный спор, идет не о загробном мире, не о том, есть ли он или нету, а о том, в чем человек видит свое последнее назначение, и еще проще, как преодолевает он бессмыслицу смерти. Спор идет о реальности, о действенности того идеала, в котором он живет, и для которого он готов отдать свою жизнь. Ибо то, ради чего человек готов даже отдать жизнь, и есть то, что для него преодолевает бессмыслицу смерти. А это значит, что человек религиозен по существу. Ладно, давайте за отца Александра, за его дневники. Почему же мы челкаемся, когда бьем? А что же вы? А, это у вас в Питере? А покой летит. А, у вас в Питере такие самые... А вы тут, я говорю, совсем обосурмалились. А мы не обосурмалились, мы просто современные православные люди. Это вы живете в каких-то ужасных этих самых суевериях ваших птичерских, и не чокаетесь за тех, кто у Бога всегда живы. Ах, вот так вот, да. Да, о покойниках, пожалуйста. Отец Александр и покойник. Где отец Александр и где покойник? А точно, да, мы слишком его живо воспринимаем. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ